В России второй день подряд зафиксирован максимум смертности от коронавируса. Умерли 1123 человека. Также за последние сутки в стране выявили 36 582 новых случаев заражения COVID-19. В связи с рекордами по смертности и высокой заболеваемости во всей России объявлены нерабочие дни. В Москве и Санкт-Петербурге на это время ввели локдаун, хотя это слово очень не нравится, очевидно, официальным лицам. Его не используют. В Хакасии объявлен комендантский час, а во многих регионах начали действовать QR-коды. Подробнее про антиковидные ограничения в регионах расскажет моя коллега Валерия Ратникова. Лера, привет тебе. Да, Катя, привет. Мы уже все выучили, что ковидные ограничения в регионах это больше вопросы политические. Последние дни это все больше подтверждается. Вот действительно мы видим Москву и область, которая вводит, ну как бы то ни было, все-таки локдаун, да, хоть и недолокдаун. Хотя мы понимаем, что в столице далеко не самая сложная ситуация, и ситуация с госпитализациями улучшается. Они не так быстро растут, как раньше. Тем не менее, это, видимо, нужно, как считают власти, и они могут себе это позволить. То же самое делает Петербург. Берет пример с Москвы и полностью закрывает большие торговые центры. Но, правда, в период нерабочих дней разрешает по QR-кодам работать ресторанам, фитнес-клубам и бассейнам. Ну а пока на фоне жестких ограничений россияне покупают путевки на юг, в Краснодарский край, в Крым, курортные города. Тоже реагируют по-разному. Почти во всех из них действуют QR-коды. И бронирование гостиниц, например, в Крыму из-за этого, когда это ввели власти, начало падать. Люди теперь выбирают какие-то частные, может быть, там, квартиры, чтобы остановиться, чтобы все-таки не предъявлять QR-код. Но вот что интересно, например, в Севастополе, который находится еще на том же полуострове, выставляют блокпосты. Не собираются туда пускать туристов с медотводом. Там ждут только привитых, переболевших и людей с отрицательным ПЦР-тестом. Но при этом в сам Крым можно въехать и без блокпостов. Там их не выставляют. И глава Крыма всячески отрицает это и не хочет этого делать. Хотя вот посредственно на полуострове закупают мобильные холодильники для хранения тела. Об этом мы рассказывали в понедельник, потому что там в Мургах заканчиваются места. Но при этом тоже такие отчасти неравномерные меры, что ли. Но вот в это время федеральные власти всячески пытаются уговорить россиян сидеть дома в нерабочие дни. Но все же закрывать границы регионов не планируют. Закрытие границ регионов это то, что, конечно, является абсолютно последним миром. И это, скажем так, то, что, конечно, не приветствуется. Но, конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Но, с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется. В общем, забавно получается. Рестораны закрыты, но это не локдаун. Сидите дома, но это не запрещено. Можете выезжать из дома. То есть это рекомендации. Помнишь, в самом начале, еще два года назад, когда начинались волны, поднимались только, и вводились первые меры, то звучало слово «рекомендация». Это потом начались запреты. Вначале, видимо, сейчас как-то то же самое происходит. Ну, то есть фактически, да, действительно, люди могут перемещаться между регионами, и этого почему-то очень не хотят ограничивать власти. Хотя очевидно, что скопление людей будет. Хоть и заселяться в гостинице в основном можно по QR-кодам, но так или иначе, я думаю, что это можно как-то обойти. И люди все равно, к сожалению, поедут отдыхать куда-то и, возможно, вернуться в Россию с новыми инфекциями, к сожалению. Но я напомню, что с понедельника в стране начали частично действовать нерабочие дни. Вот сегодня они уже официально остановлены в 8 регионах, с 30 октября по всей России, но уже сегодня они действуют в 8 регионах, частично в Чувашии. Но надо сказать, что подход к строгости мер все равно очень разный. Вот есть, например, Воронежская область, где очень сложная ситуация с коронавирусом, где же власти жаловались на то, что у них нет мест в больницах, там решили закрыть почти все, и QR-коды тоже не будут действовать. А есть Самарская область, которую на прошлой неделе Татьяна Голикова называла в числе регионов с особенно сложной ситуацией с коронавирусом, потому что там больше, чем на 95% заполнены койки, но при этом в торговые центры, например, там можно заходить по QR-кодам. И вот местные журналисты уже сообщали, что там даже выстраиваются такие очереди на входы в торговые центры, потому что их нужно же проверить, эти QR-коды. Вот вам ископление людей, вот вам и очереди. Отпутствие социальной дистанции. Да, но этого мы, к сожалению, почти нигде не видим. Ну и вот есть такой первый регион, в котором скоро начнет действовать комендантский час с 10 вечера до 6 утра. Это Хакасия. Взяла примеры отчасти с Латвии, наверное, где на 4 недели сразу установили жесткий локдаун. Но, правда, опять же, к сожалению, местные уверены, что все это будет едва ли как-то серьезно контролироваться. Вот почему-то не верят они в возможности местной полиции. Тут милиция в усеченном варианте. Как они будут соблюдать этот комендантский час? Как они его будут контролировать? Но при этом кто-то действительно кого-то поймает, наверное, эти редкие там какие-то полицейские, которые их отправят ловить этих нарушителей. Я иду в кафе, например, в городе. Это всем же сейчас запрещено без этих кодов. В любые кафе, в любые там заведения. Ну, приходишь в любое кафе, везде висит табличка, что мы не обслуживаем без этого кода. GP-кода или как он называется. Ни у кого ни масок нет, никто код не спрашивает. Ну вот интересно, да. Ну, просто настолько уже какая-то общая местная история. Я сама там летом, когда была в нескольких российских регионах, особенно в жару, вот я была в Самаре, в частности, ездила в автобусе, там ни один человек не был без маски. Все ужасно там близко друг к другу стоят. Все без масок, ты имеешься? Да, да, да. Все без масок. И, конечно, ну, я не знаю, что с этим делать. Ну, сегодня, точнее, накануне я прилетела вечером из Владикавказа, должна тебе сказать. И то, что творится в аэропорту Владикавказа, который маленький, в зале ожидания, это просто абсолютный разгул вируса, потому что, ну, во-первых, все без масок. Ну, некоторая часть, конечно, в масках, но очень многие без. Кто-то с масками на подбородке, у кого-то под носом болтается маска, как это у нас принято. И нет даже мест, столько людей, они стояли, некоторые люди, на ногах, потому что маленький зал, много-много вот этих сидений, и их не хватает. И я, конечно, могу констатировать, что ни о какой социальной дистанции речь нет. Хотя погромко говорить, или постоянно объявляют, соблюдайте социальную дистанцию. Друзья, как мы будем соблюдать социальную дистанцию? Потому что всех запихнули в один автобус. Ну, например. Ну, тогда уж привозите несколько автобусов, организовывайте нас так, где люди могут сидеть, соблюдая ту самую социальную дистанцию. Противоречие. Понимаешь, Валерия? Да, но вот что интересно, если вот в плане масок мы особенно не берем пример с Европы, где это строго соблюдается, то что касается QR-кодов, мы его теперь взяли. Мы знаем, что летом большинство европейских стран уже используют эту меру с лета. И вот теперь это самая популярная ограничительная мера в наших регионах. Осталось только 4 региона, которые пока отказываются от QR-кода в ближайшее время, вводить ее не собираются. Вот мы можем посмотреть на карте, она постепенно заполняется красным цветом, и остаются действительно несколько регионов, 4 региона, где еще пока не действует эта мера. Но вот один из тех субъектов, где пока не решили не вводить QR-коды, это республика Алтай. Но при этом соседний алтайский край сегодня запретил себе массовые мероприятия и даже обязал носить жителей маски прямо на улице. То есть там, наоборот, ужесточается все. Хотя они даже довольно близко находятся друг к другу. Но надо сказать, что предприниматели, на фоне всех этих ограничений, должны в середине ноября уже получить обещанные хоть и небольшие выплаты от правительства, сегодня еще расширили количество сфер, которые могут рассчитывать еще и на льготные кредиты, как пострадавшие после пандемии. В перечень добавили, например, правда, странно, что только сейчас, но все же добавили салоны красоты, стоматологии, химчистки, некоторые другие. Но надо сказать, что даже те, кто давно в этом перечне, рестораторы, в первую очередь, они активно подсчитывают убытки от новых ограничений, не с оптимизмом, ждут вот этих нерабочих дней. Вот в том числе, вот что рассказывают рестораторы из Екатеринбурга. Тоже рассуждали с коллегами, что лучше полный локдаун или QR-код, конечно, полный локдаун плюс помощь какая-то был бы понятнее, потому что в прошлом году закрылись и закрылись. Я созванивался с коллегами из Уфы, где на неделю раньше это все запустилось. У них падение выручки где-то 50%. Ошибочно не делят на ночные заведения, дневные заведения. То есть у меня очень много знакомых, каковы бары. И это заведения, которые лишатся всей выручки, по сути дела. Ну, я вот вчера рассказывала о рынке фейковых сертификатов о вакцинации, о том, как вырос спрос на эту услугу на фоне ограничений, но справедливости ради, на фоне QR-кодов. Вырос спрос и все-таки на вакцинацию. Мы уже показывали видео из Москвы, где выстраивались очереди, из Екатеринбурга. Вот теперь на очереди Петербург. Свежее видео оттуда, из торгового центра, где люди выстроились уже в настоящий прививочный пункт, не фейковый. И действительно, конечно, все равно хорошо, что люди пошли прививаться, да, не знаю, что из-под палки. Плохо, что не всегда тут соблюдается социальная дистанция, не всегда, мягко говоря, люди в масках. Но так или иначе, нельзя сказать, что в целом по стране как-то радикально выросли темпы вакцинации, хотя увеличились, но некоторые местные власти ставят себя вполне амбициозной задачей. Тепенский губернатор с нынешними темпами намерен привить 80% населения, взрослого населения к январю 2022 года. Ну, жалко мне все-таки на фоне всех этих наших разговоров про новые локдауны, что мы совсем забыли разговор о достижении коллективного иммунитета к этой осени, который мы активно слышали от наших федеральных чиновников даже еще летом. Никакого коллективного иммунитета пока не будет? Сколько привито? Около 40%? Нет, чуть больше 30%. Чуть больше 30% населения России привито к этому моменту. И, конечно, говорить о каком-либо вообще уровне коллективного иммунитета не приходится. Поэтому я не знаю, я не знаю, что надо сделать, чтобы людей как-то убедить в необходимости вакцинации. Ну, надеюсь, что те люди, которые смотрят «Дождь» и слушают внимательно Валерию Ратникову, убеждаются в том, что это делать все-таки необходимо для вашего же здоровья и для здоровья окружающих. Ну, а Влад... Всем привет! Это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но Дождь — это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире абсолютно бесплатно и для всех транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь tvrain.ru слэш подписка и мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.